Приветствую вас. Причина апатичного состояния в том, что, во-первых, вы не чувствуете себя полноценной хозяйкой своего дома, как это было раньше. Во-вторых, вы не чувствуете, что вы способны тащить на себе все то, что на вас свалили, ну, обстоятельства, скажем так. То есть вы понимаете, что раньше вы готовили только для себя и для своего любимого человека, а сейчас вы должны готовить, в принципе, на чужих людей. В этом очень большая проблема для вас, потому что, ну, объективно это очень тяжело. Дальше работа, которая, кстати говоря, тоже достаточно тяжелая для вас, то есть объективно это не ваша деятельность, которой вы занимаетесь, она не приносит вам удовольствия, она наоборот доставляет вам только хлопоты и так далее. И вот все это вместе и вызывает у вас плохое настроение. С одной стороны, ухудшение жилищных условий, с другой стороны, тяжелая выматывающая работа, которая совершенно не дает вам возможности передохнуть. В-третьих, это, по всей вероятности, болезнь, которая вас сейчас беспокоит и невозможность из-за этой болезни, ну, как бы тоже почувствовать себя, знаете как, почувствовать себя любимой, почувствовать себя нечеланной и так далее. То есть, по сути, речь идет о том, что вы не можете ни на секунду расслабиться и дом для вас тяжелый. В этой ситуации вам необходимо сделать так. Поговорить со своим молодым человеком и сказать ему прямо о том, что условия, в которых вы сейчас живете, вас, ну, мягко говоря, не устраивают. То есть, вам не нравится. И попросить молодого человека сделать счет для того, чтобы эти условия как можно быстрее изменились. То есть, там, сказать, что, дорогой, я погибаю в буквальном смысле этого слова. Я прямо погибаю в этих обстоятельствах, мне тяжело, со всех сторон на меня давят, плюс я там должна еще что-то делать. Я люблю, грубо говоря, или, по крайней мере, уважаю своих дядей и сети, но я не могу, мне очень тяжело. Вот это то, что вам нужно сделать. Это первое. Второе. Все-таки решить вопрос с работой. Пожалуй, это очень важный момент. Потому что, ну, если вам нравится, если это не то, что вы делаете, если это не то, что вы хотите делать, то задается, ну, на понятие для себя, а чего вы хотите делать. То, что вам вообще интересно, что вам нравится, что вас привлекает. И в этом направлении двигаться. То есть, я думаю, что вам нужно работать в нескольких направлениях. Ну, а в-третьих, можно вам порекомендовать еще такой момент. Вот, вы живете, в принципе, со своими мировидниками, да. То есть, дядь, кстати, и тетя, в принципе, столько же лет, сколько и вам. И я не думаю, что вам будет так сложно, я не думаю, что вам будет так тяжело найти с ними общий язык, какие-то общие интересы. Может быть, вам не хватает расслабления. Может быть, вам не хватает какого-то такого отрыва, как говорят. Не хватает релаксации. В таком случае, нужно подумать, как бы вы могли все вчетвером как-то сблизиться, как-то стать более духовно сближенными, чтобы вы не чувствовали, что это прям чаши люди, что это прям вот ужасно, что происходит. Ну и, конечно же, собаке быть, это можно ничего не поделать. Вот здесь только либо привычка, либо, как я уже говорил, как компенсация. То есть, совершенно очевидно, что вы не от хорошей жизни живете в квартире этих людей. Это совершенно очевидно, что это нельзя рассматривать как хорошее происшествие в вашей жизни, но также нельзя не признавать того факта, что вы не можете что-то менять, что вы не можете устанавливать в своей порядке. Другое дело, что вы совершенно не обязаны убирать за собакой. Вот это вам делать не нужно. Вот это, может быть, стоит обсудить вообще с хозяевами квартиры и спросить, вот как у них все это было организовано до того, как, скажем, вас не было. В том, что касается готовки, здесь ситуация такая, что либо вы сближаетесь с этими людьми, они перестают для вас быть чужими, и вы готовите на них, так же, как для себя. Либо вы просто-напросто, опять-таки, договариваетесь готовить только для себя или для твоего молодого человека, а они готовят для себя сами. В принципе, это хорошее решение, но происходит, что молодой человек не хочет, ваш молодой человек не хочет портить с ними отношения. То есть здесь, конечно, ситуация такая очень тонкая, важная, и свои права как-то сохранить, и, с другой стороны, не испортить отношения вязей, и его женой которых, которые, в общем-то, ну, вас приняли к себе в квартиру, да, и они тоже испытывают, наверное, какие-то неудобства. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. Давайте попробуем немного суммировать все то, что я сказал, да, попробуем сделать такую небольшую выжимку, и, значит, резюмируем, резюмируем, что. Значит, во-первых, поговорите со своим молодым человеком и попросите его обозначить конец такого подшивания. Нанесите ему со всей серьезностью, что вам не нравится жить так, как вы сейчас живете. То есть просто вот очень-очень серьезно. Скажите, что вас это откровенно раздражает, влияет на ваше состояние, на ваше самочувствие и так далее. Если молодой человек вами дорожит, он примет усилия для того, чтобы как-то купировать вот эти вот негативные обстоятельства в вашей жизни. Значит, во-вторых, подумайте о профессиональной деятельности своей. То есть лишь идет о том, чтобы вам найти такую работу, которая была бы по душе и не вытягивала из вас все сил. Постарайтесь, посмотрите, может быть, пока имеет смысл уволиться, если молодой человек не против, а вам себя так не измождать. В смысле, ну, очевидно, вы слишком сильно устаете. Дальше. Постарайтесь наладить связь с теми, с кем вы живете. То есть, постарайтесь все от их своими друзьями. Вы с ними живете, вы все равно проводите время, так почему бы не с ней извлечься для этого максимум пользы для вас и для них. Придумайте какие-нибудь совместные времяпровождения, может быть, устроите вечеринку, ну, что уж там сказать. Попробуйте распитывал какого-нибудь напитка, это сближает людей. Пару раз, пару раз, не больше. Ну, сделайте все, чтобы с этими людьми быть ближе, чтобы они стали вам ближе, чтобы вы почувствовали, что это не чужие люди. И подумайте над тем, как можно было бы разделить те обязанности по уходу за чужой квартирой, так, чтобы вас это не особо нагручало. Так, чтобы вам это не было настолько в тягах. Так, чтобы это касалось только вас и никому больше. Ну, в смысле, вас молодым человеком, я имею в виду. Вот такие направления могут помочь вам решить ваши проблемы. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.